В День науки мэр Магадана Юрий Гришан принял участие в торжественном заседании ученого совета научно-исследовательского центра Арктика. Градоначальник поблагодарил членов научного коллектива за их труд. Он отметил, что именно благодаря науке все движется вперед. Особенно это актуально во времена борьбы с коронавирусом. Без науки никуда. Мы действительно без науки никуда. Нам кажется, что мы все знаем, все умеем, а то далее мы идем, мы не знаем. Только наука может нам сказать, как правильно выстроить развитие в том числе региона. И мы постоянно обращаемся за помощью. Взять хотя бы вот этот властчатный участок, где у нас ползает грунт на портовое шоссе, общаемся, советуемся, пытаемся заключить какое-то соглашение, по результате которого мы получим, наверное, какие-то полезные рекомендации. Глава областного центра наградил почетными грамотами и памятными подарками специалистов Арктики и Эсвекнии. Вечерний Магадан решил выяснить у экспертов, как на сегодняшний день они оценивают состояние российской науки. Когда мы создавали науку на Северо-Востоке, была четкая идея создать на Северо-Востоке центр академической науки, который будет заниматься огромной территорией Северо-Востока, понимая под Северо-Востоком Якутию, Чукотку и Камчатку, и Магадан. Эта идея была воплощена в жизнь, был создан Северо-Восточный комплекс научно-исследовательский институт. Ну, развивалось все, как развивалось. При институте аспирантура, аспирантура выпускала кандидатов, кандидатов там или директоральности, шла какой-то, какой-то процесс внедрения науки или научного обеспечения развития производительных сил Северо-Востока. Значит, с 2017 года четкого такого понимания, что мы хотим. Значит, в основном, задача какая? Слишком много нас ученых, слишком разбросаны ученые. И начало звучать идея, что академическая наука наиболее эффективна в местах, значит, плотного проживания населения. Самое, конечно, для нас печальное. По мнению Юрия Пруса, наука на Колыме не развивается, потому что специализированных центров становится меньше, а также нет четкой цели и задач. Поэтому, отмечает авторитетный исследователь, научные деятели должны четко сформулировать свою идеологию развития при должной поддержке правительства Магаданской области. Напомним, 8 февраля в нашей стране ежегодно отмечают День российской науки, который был учрежден указом президента Российской Федерации от 7 июня 1999 года.